Кыргызские наездники, как и сотни лет назад, показывают свою силу и удаль во время традиционной игры Кок-Бору. Главная цель состязания – завладеть тушей козла и бросить её в ворота соперника, сделанные в форме казана. Трёхдневный турнир проходит в селе Сокулук. В Кок-Бору играли древние воины, которые привыкли быстро скакать верхом. Этот кыргызский вид спорта воспитывает приверженность традициям. В этом году в турнире участвуют пять тысяч наездников. «Разыграем призы. 70 жеребцов, 10 верблюдов. Ещё плюс там национальный у нас дом, кыргызская юрта, автомобили есть. И плюс денежные призы добавляем». Кок-Бору дословно означает «синий волк». Изначально это была забава охотников. Возвращаясь добычей, они в шутку отбирали друг у друга убитого волка. Также кыргызы называют эту игру улак-тартыш – перетягивание козлика. Правила современной игры запрещают бить соперников руками, ногами или плетью. Также нельзя таранить соперников на скорости. Хонская упряжь должна быть без металлических украшений, чтобы обезопасить игроков от травм. Еврокомиссия запретила устанавливать на корпоративные телефоны своих сотрудников китайское приложение TikTok. Еврокомиссар по внутреннему рынку отметил, что причиной стало беспокойство о безопасности в сети. «Как и многие другие структуры власти, Еврокомиссия, как вы знаете, и как было с самого начала мандата фон дер Ляйен, очень серьёзно фокусировалась на кибербезопасности, защищая наших коллег». При этом Еврокомиссия не уточнила, какие конкретные случаи, связанные с китайской соцсетью коротких видео, стали причиной такого решения. «Мера призвана защитить комиссию от угроз в области кибербезопасности и действий, которые могут открыть двери для кибератак на корпоративную среду комиссии». TikTok заявил, что разочарован решением Еврокомиссии, что оно было «ошибочно и основано на фундаментальных заблуждениях». Напомним, эту соцсеть рассматривают как шпионскую не только в Европе. В Конгрессе США представители обеих партий обсуждают закон, который вообще запретит TikTok работу в Соединённых Штатах. Он охватит и другие приложения, которые находятся под контролем Коммунистической партии Китая. Последний день тибетского Нового года отмечают в индийском городе Дхарамсала. Этот праздник известен как Ласар. Тибетцы, живущие в Индии, собираются в храме, чтобы вместе помолиться. Ритуал сопровождается музыкой. «Мы приходим сюда, сжём благовония и молимся за долгую жизнь Далай-ламы». «Мы молимся не только за себя, но и за всю Вселенную, и за всех людей». Обычно Ласар празднует 15 дней. В последний день Старого года наводят порядок в домах, готовят специальные блюда чимар и пекут горы пирожков. Их дарят родным и друзьям, а также ряженым, которые ходят по домам в новогоднюю ночь. Во время праздника тибетцы надевают лучшие наряды и украшения и навещают родственников. На улицах устраивают народные гуляния, и женщины водят хороводы с песнями. В последние годы тибетцы в изгнании, живущие в Индии, празднуют Ласар скромно и только три дня. Так они выражают солидарность со своим народом, живущим в Тибете под давлением коммунистических властей Китая. Змей, тарантулы и скорпионы. Насладиться десертом в обществе таких шипящих и ядовитых существ предлагают гостям этого необычного кафе. Оно недавно открылось в малазийском городе Субанг-Джая, недалеко от Куала-Лумпура. Здесь можно выпить чашечку чая или съесть мороженое, любуясь на рептилии пауков. А самые смелые могут взять в руки змею, ящерицу или другого питомца. Конечно, под присмотром обученного сотрудника. «Обычно в зоомагазине нельзя трогать животных, а здесь можно. Я узнала об этом из социальной сети, увидела фотографии. Думаю, это замечательная возможность». «Недавно мой друг купил змею в этом кафе и рассказал мне о нём. Я тоже захотел здесь побывать. Может быть, тоже куплю змею». Кафе с рептилиями и пауками открыл Яп Мин Ян. Он уже много лет содержит и разводит этих существ. «Изначальная идея была в том, чтобы создать место, где любители рептилий смогут собраться, посидеть и поговорить об общих интересах. Но в итоге оказалось, что наши питомцы нравятся всем». Владелец кафе хочет, чтобы люди заботились не только о кошках и собаках, но и о таких не всегда приятных на вид существах. В кафе есть несколько террариумов для разных видов рептилий и членистоногих. Сотрудники заведения могут рассказать о каждом питомце. В сухом поле на севере Аргентины фермер Густаво поднимает голову лежащей на жаре беременной коровы, чтобы уговорить её напиться. Говорит, что животное вряд ли сможет пережить худшую за десятилетие засуху в стране. Как и многие другие фермеры, Густаво за последний год потерял почти все средства к существованию. Треть из его 900 голов крупного рогатого скота погибла. Из-за нехватки дождей он также потерял большую часть своего урожая – хлопка и кукурузы. «Мы никогда не думали, что засуха ударит по нам так сильно. Хуже всего то, что в 150 километрах от нас есть река Парана, которая несёт 23 тысячи кубометров пресной воды в секунду. Но вода загрязнена, и мы её не используем». Засуха в Аргентине имеет серьёзные последствия для мировых продовольственных рынков. Страна – крупнейший экспортер соевого масла и шрота, а также третий по поставкам кукурузы. Также она продаёт много пшеницы и говядины. Теперь экспорт сокращается. Это, в свою очередь, подрывает способность Аргентины наращивать долларовые резервы. В итоге стране грозит растущий долг в условиях инфляции и бюджетного дефицита. «Надеюсь, мы ошибаемся. Но эта засуха скоро не закончится. Пока не предвидится никакого климатического события, которое положило бы ей конец. Это самая сильная засуха за 60 лет». В городке Сигения фермер Андрос пытается спасти свои пастбища и ферму. Чтобы достать воду, он ездит по 50 километров туда и обратно на тракторе. Теперь планирует объявить себя банкротом. «Ферма очень ослабела. Это меня ранит и пугает. Засуха очень сильная. И она по нам больно бьёт». Многие фермеры в этом районе, потеряв урожай кукурузы, пшеницы и сои, теперь переходят на более засухоустойчивый хлопок. Многие потеряли крупный рогатый скот, что угрожает сократить предложение говядины и привести к росту цен. Правительство ввело некоторые налоговые льготы для фермеров. Впрочем, полномасштабной помощи пока не предвидится, поскольку государственная казна пустеет. В этой лаборатории, до которой можно добраться только на лодке, учёные пытаются спасти вид морских звёзд, называемый подсолнухом. Морские биологи Вашингтонского университета занялись восстановлением этих иглокожих после их массового вымирания за последнее десятилетие. Эти морские звёзды когда-то обитали вдоль Тихоокеанского побережья от мексиканского полуострова Нижняя Калифорния до Аляски. Однако теперь они находятся под угрозой исчезновения. Примерно 90% из них вымерли в период с 2013 года из-за загадочного синдрома истощения. Предполагается, что он мог быть вызван изменением климата и повышением температуры океана. «Есть некоторые признаки того, что болезнь могла быть связана с тем, что вода в то время стала более тёплой». В лаборатории на острове Сан-Хуан уже вывели 109 однолетних, 23 двухлетних, 12 трёхлетних морских звёзд и ещё примерно 5000 личинок. Учёные также привезли сюда 16 взрослых морских звёзд из дикой природы, но определить их возраст сложнее. «Сегодня мы проводим единственную в мире программу разведения в неволе, единственной в мире морской звезды, находящейся под угрозой исчезновения». Уильям Вертман ранее работал с осьминогами. Теперь изучает, как температура воды отражается на морских звёздах. Для этого использует четыре камеры, которые фиксируют движение при малейших изменениях среды обитания. Результаты его исследования обнадёживают. Как предполагает саморские звёзды подсолнухи, могут переносить более тёплую воду. На Испанию обрушился шторм Джульетта, принеся с собой холода, снег и дождь. Национальное метеобюро выпустило предупреждение об опасности по всей стране, кроме Эстремадуры на западе и Канарских островов. В стране басков нападало снега. Столбики термометров опустились до минус шести. «Мне нормально, учитывая, что я из Средиземноморья. Оделась как капуста, всё тёплое». Холоднее всего обещают в Гвадалахаре в 70 километрах с северо-восточной столицы Мадрида. Там до минус 15. На Балиарском острове Майорка из-за сильного снегопада с дождём перекрыты дороги и наблюдаются перебои с электроэнергией. А в столице острова, городе Пальма де Майорка, из-за непогоды образовалось два провала в земле. Власти сообщают, что 2000 человек остались без света. На соседнем острове Минорка из-за неспокойного моря пришлось остановить паромное сообщение. Три автомобиля музыкантов Битлз вновь воссоединились в Лондоне. Легендарная модель Мини Купер С в этом году празднует юбилей. Она появилась в 1963 году как раз в то время, когда Битлы начали свой путь к успеху. У каждого музыканта был свой Мини. До наших дней сохранились автомобили Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринга Стара. Машина Джона Леннона попала в аварию в 70-х и считается утерянной. «Битлы были большими фанатами автомобилей. В период с 1963 по 1969 годы они владели 15-ю мини. Это очень много. У них были обычные мини для поездок инкогнито, а также сумасшедшие мини из ателье Рэдфорд». Знаменитая лондонская ателье Хэральд Рэдфорд переделала мини-купер для музыкантов Битлз, учитывая их вкусы и предпочтения. Например, для Ринга Стара автомобиль сделали трёхместным, чтобы сзади помещалась ударная установка. У Джона Леннона мини был чёрным, у Ринга Стара – бордовым, у Маккартни – зелёным. Самый яркий мини принадлежал Харрисону. «Автомобиль Пола Маккартни – самый старый. Это мини-купер С 1965 года. Первый мини, перекроенный в ателье Рэдфорд». Мини-купер С – детище Джона Купера, который строил болиды для Формулы-1. Он усовершенствовал мини, созданный конструктором Аликом Иссигонисом. Автомобиль получил двигатель мощностью 70 лошадиных сил и объёмом 1 литр. Он разгонялся до сотни примерно за 13 секунд. По тем временам он казался болидом с реактивным мотором. У большинства конкурентов разгон занимал 25 секунд. Выставку трёх автомобилей Бетлов приурочили к 60-летию знаковой модели.